Американцы проплатили, вы понимаете, то есть там выборы смухлевали, это эти видеокамеры там сняли, это в Калифорнии сняли сюжет, ну как бы везде, во всем Америка. Почему нам интересно? Преступность на улицах, американцы проплатили наркотики, из-за чего привезли в Россию. Ну и Ришет, это просто в сознании, потому что сейчас еще пока правят Россия и те люди Советского Союза. И люди, которые связаны с КГБ, люди, которые связаны с Коммунистической Партией, они не могут перестроиться, у них все равно надо кого-то найти внешнего врага и там вот так. Ты думаешь, его нет? Ну я не считаю, что это Америка внешнего врага, абсолютно не Америка. Им, американцам, настолько все равно, вот Россия, ну как бы, у них стоит. Для славы, для Сирии, для Сирии, для Сирии, для Сирии, для Сирии, для Сирии. Ну, подожди, ну как бы, касаясь, у них есть, вот я могу сказать вопрос по Сирии, допустим, да, я был двумя руками за, чтобы началась, как бы, гармонировка Сирии. Потому что, если не Америка, то кто будет этим заниматься, а США сейчас пока, думайте, им приятно тратить деньги, мои в том числе, я плачу здесь налоги, на войну, далеко не. Они взяли на себя функцию мирового защитника, да, они борются с мировым терроризмом. То есть, по-твоему, в Сирии, если бы американцы нанесли по ней бомбовый удар, а они боролись бы с мировым терроризмом? Да, я считаю, да. Ну, прям, есть же доказательства, как бы, куча детей убили от этого оружия, и никто не вступился. Почему Путин тогда? Почему Россия? Ну, да, пусть политику идет. Да, ну, что, интересно. Почему Россия, если они такие друзья, как бы, Асана, почему они не вступились за, если это, например, там, нужна помощь России? Вы видите туда войска свои российские, и развернули там ситуацию. Сделайте так, чтобы детей не убивали, расследуйте по-настоящему. Ну, убили же, реально же фотографии, это же не актеры, это мертвые дети, да, которых убили химическим оружием. Обама сказал, да, как бы, мы должны этим заниматься, потому что, иначе, это химическое оружие завтра будет нанесено в других странах. Зато убьют американских послов во всех, во всех, как бы. Мы показывали мрабирку с иракским оружием массового поражения, вон, показалось, что это не правда, а Ирака уже нет. Я не знаю насчет, я вот считаю, что Америка берет на себя... Хорошо, тогда почему все страны не обедятся и не ждут войну с Америкой? Я не знаю. Вот загадка, но если американцы не правы, если американцы такие варвары, приходят в другую страну, начинают войну, уничтожают Ирак, Сирию, Югославию, почему все страны не обеднятся, в том числе, ну, пускай Россия станет таким главным, как бы, идеологом объединения, и скажут, лошади, ну, вы что, все нагрели, вы что страны, вы что, давайте мы сейчас вас тут уничтожим. Никто это не делает, значит, все-таки Америка поступает правильно. Либо они что, значит, так боятся Америку, значит, Америка такая, насколько сильная держава, или что? Две причины какие. Либо они боятся Америку, либо Америка поступает правильно. Это интересно, если вдруг когда-нибудь, гипотетически в жизни сложатся ситуации, когда Америка и Россия действительно окажутся в состоянии? Все перейдут сразу же на территорию, все солдаты перейдут в сторону Америки, как только скажут, что... И понял, еще раз? Ну, у меня были охранники дома, у меня охраняя. Это ребята с нашей ВДВ-части. Я с ним перед вчера выходил, как говорится, на улицу, во двор, и с ними разговаривал, говорю, вот скажи, вот, чему ты слушаешь? Говорю, я же в квартиру один говорю, говорю, да куда я пойду, если у тебя 25 тысяч рублей платят, да? Вот, ну, плюс я вот по ночам у тебя сторожу, тоже, да, вот. Я говорю, вот если начнется война, я тогда не собирался еще никуда уезжать вообще, допустим, говорю. И вот тебе скажут, что тебе Американская Армия начнет платить 5 тысяч долларов. Говорю, да я сегодня уйду в Американскую Армию. Где 5 тысяч долларов? Я сейчас надеваю вещи и улетаю в Американскую Армию. У меня было 3 человека, я всем троим задал этот вопрос. И каждый из них сказал, я готов, мне это в этой стране ничего не надо. Меня обманули, одного обманули на квартиру, он ждет уже там 5 лет в этой Анапе, эту квартиру в итоге там котлованом показывают, а их генералы строят себе дома по 20 миллионов долларов, понимаете, на Рублевке и так далее. Поэтому, если начнется война, однозначно, я имею в виду, конечно, не ядерная война, никто уже не спасется. Я говорю, вот такая война типа сухопутная и так далее. 90% солдат перейдет на сторону США. Как только объявят, что мы платим больше. Они предадут России. Нет, потому что Россия сейчас, это только географическое понятие, там нету патриотизма. Никакого патриотизма нет. Здесь посмотрите, как они...